В России из-за коронавируса возросла роль внутреннего туризма и Нинецкий округ не исключение. Центр арктического туризма разработал интересные маршруты, какие узнаем прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях руководитель Центра арктического туризма Сергей Мишин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие туры предлагали людям, кто остался у нас здесь, в Нинецком округе и встретил лето? Да, действительно, в этом году все границы, за границей была закрыта. Многие регионы ввели серьезные ограничения в части туризма для приезжих гостей. И мы сразу же понимали, что будет категория людей, в том числе местных, которые останутся здесь, которым нужно как-то все равно отдыхать. Важным сейчас аспектом туризма в принципе в каждом регионе является доступность. Потому что не секрет, что путешествие по России это не всегда нишевое удовольствие, не всегда доступное каждому. И когда мы разрабатывали летние маршруты наши, мы старались ориентироваться все-таки, чтобы они были доступны простому жителю. Это был отдых с семьей, да, я так понимаю? Да, мы разрабатывали совместно с туроператором нашим «Красный город», гендиректор Тюльбаев Юрий Владимирович. Мы разработали три маршрута, провели перед этим опрос, понять, что вообще в принципе жителям нашим интересно. Потому что многие не бывали в наших уникальных природных местах, Каменный город, Панвашор, никогда не видели ни стойбище оленеводов настоящее, настоящий чум, да, не экспозиционный. И мы провели опрос, изучили вообще в принципе, насколько людям интересно, что бы они хотели посмотреть. И мы разработали три варианта. Значит, один маршрут у нас был походный. Это как раз-таки семейный отдых с детьми, в палатках, с сопровождением наших инструкторов, гидов. Но этот маршрут нам не удалось реализовать, потому что мы планировали в июне это все. Еще действовал запрет на проведение подобных мероприятий. Поэтому у нас, да и желающих особо не набралось. Поэтому мы его разработали, но не реализовали пока еще. Но я думаю, что в следующем году мы его активно будем продвигать и предлагать так же. Помимо этого мы разрабатывали программы сплавов по нашим рекам с рыбалкой. И у нас был выезд в Каменный город. Ориентировались как раз-таки, потому что выезд в Каменный город, если открыть у нас на сайте, там ценник начинается обычно от 100 тысяч на человека. Это связано с тем, что очень высокая у нас стоимость транспортировки. Она очень высокая, но летом мы выстроили программу так, чтобы стоимость тура была 45 тысяч. То есть условно те, кто остался в округе, у кого было право на льготную дорогу, но опасаясь коронавируса, кто не выезжал за пределы округа, могли воспользоваться. Мы набрали полную группу. Значит, совершили выезд мы в августе. У всех, кто там был, практически были все местные, там, по-моему, 1 или 2 были туристы из Москвы. У всех остались очень яркие эмоции. Все говорят, что нужно, конечно, там не три дня, а неделю, потому что абсолютно другой пейзаж, абсолютно другие виды. Красоты. Да, да, то есть, ну, это не тот ненецкий округ, который мы все привыкли видеть. И у людей, конечно, очень много положительных эмоций и восторг. Все хотят еще. Все время они с гидом находятся, да, вот что эти три дня? Кто их сопровождает? Они в эти три дня, то есть у нас реализовывал этот тур, как раз наш туроператор. Они были в сопровождении с нашим гидом, гидом турцентра и в сопровождении с Юрием Владимировичем, как руководитель туроператора. Он тоже осуществлял сопровождение. То есть, условно, да, это палатки, питание, сплавы. Это все было на плечах, так скажем, наших ребят. Людям оставалось просто с хорошим настроем быть готовыми к путешествию. В программе была, были сплавы на байдарках, были, ну, палаточный лагерь, фото, пешие прогулки. Ну, то есть, там очень хватает мест, которые можно пройти, посмотреть и сделать много уникальных кадров. Поэтому всем-все понравилось, все хотят еще. Будем, я думаю, что в следующем году мы... А группа сколько было человек? Если не ошибаюсь, 15 человек. Один, по-моему, отказался перед самым вылетом, там не получилось по личным причинам. 15 человек мы ориентировались, и мы, в принципе, полностью ее и набрали. Вот, поэтому в следующем году мы также будем. Именно летний вариант разрабатывать такого путешествия, но, может быть, посмотрим в сторону Памвашора. Потому что мы, когда проводили опрос, людям как раз-таки интереснее всего увидеть Памвашор, термальные источники, Каменный город лидировал. Ну, то есть, основные наши такие туристические достопримечательности. И в этом году попробовали Каменный город. В следующем году, я надеюсь, что получится Памвашор организовать группу из местных людей, которые с интересом поедут изучать. У вас есть туры выходного дня, однодневные туры? Туры выходного дня есть. То есть, также можем организовать рыбалку. Но именно наш профиль, чем центр активно занимается, мы зимой в основном организуем туры выходного дня. И вот прошедший сезон у нас, который был, у нас самый востребованный тур был коленеводом. На выезд в стойбище на снегоходах. У нас очень сильно увеличился поток, в связи с тем, что региональные власти и авиакомпания «Руслайн» в партнерстве установили такие приятные цены на перелеты из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы. И у нас было очень много туристов именно из тех направлений. Если раньше туристы только, так скажем, с большим кошельком могли позволить эти туры, то сейчас появилась возможность и среднего класса. В принципе, да. Допустим, выезд коленеводом у нас однодневная экспедиция стоит, в зависимости от размера группы, но в среднем стоит 8,5 тысяч. Но это полностью с утра до вечера. Да, это тоже не дешево, но раньше и таких цен условно не было. То есть мы стараемся все-таки сделать максимально привлекательные условия. Понимаем, что приезжают люди по стоимости билетов тысяча или две тысячи. Они не готовы платить 50 тысяч за какое-то путешествие куда-то. Поэтому мы стараемся разработать такие однодневные экспедиционные маршруты, которые были бы доступны им по кошельку. Откуда к нам приезжали в этом году? В этом году больше всего, конечно, это вот прям Челябинск. Москва традиционно, Санкт-Петербург, но Челябинск, Уфа меньше. Екатеринбург и Челябинск в основном были. Приезжали молодожены, приезжали блогеры, приезжали семьи. То есть у всех остаются прям очень невероятные эмоции, потому что для жителей тех регионов это совершенно другая Россия, которую они никогда прежде не видели. Хотя она находится не так далеко и сейчас достаточно спокойно и доступно можно туда попасть и окунуться в новый мир. Невероятные эмоции испытывают все туристы, когда видят северное сияние. Нам очень везло. Как по заказу. Да, да. Нашим группам очень везло. В Тундре, когда останавливался снегоход, они поднимали глаза, там прям полыхает. Поэтому больше всего приезжали из этих регионов. Мы и рассчитываем, что продолжат из этих регионов в следующем сезоне к нам приезжать зимой. Потому что все-таки пока мы привлекательны больше всего зимой. Потому что именно по ценовой доступности зимой дешевле логистика. Не вертолет, а снегоход. Не машина. Ну и прочие средства. Они, конечно, транспортные средства, они, конечно, удешевляют это все. Летом, чтобы организовать экскурсию к оленеводам, там цена, но в зависимости тоже от объема группы, там в целом сам тур до пяти человек будет стоить 50 тысяч, ну, 10 тысяч человек. У нас очень мало желающих на такую стоимость. Поэтому мы ждем зимой прирост основной. Но этот сезон мы отработали, конечно, с серьезным ростом в сравнении с прошлыми годами. Практически в два раза у нас увеличился поток именно туристов, которые обслужили мы. Мы не говорим про туристов, которые обслужили наши предприниматели. Читала, что есть у вас и экотуры. Что это за туры такие? Что они с себя включаются? Экологически, да. Вот мы пеший маршрут вот этот вот разработали, который походный маршрут. Это новый маршрут у вас, да? Да. Значит, с семьей, выезд в палаточный лагерь, рыбалка, готовка и прочее. Охота, рыбалка часто пользуются? Охота, рыбалка, ну, конечно, это основной и самый доходный вид туризма в округе. Очень часто пользуются. У нас очень много... Сам турцентр обычно этим не занимается, потому что у нас есть очень много предпринимателей в этой сфере, в этой нише. Вы выступаете в роли посредника, так скажем. Да, да. Мы максимум, что мы можем помочь, это на площадках по продвижению, ну, рассказать об услугах, которые наши предприниматели предоставляют. Вот это форумы, выставки, которые проходят. Мы всегда там стараемся представить раздаточные материалы наших предпринимателей. Ну, и у нас есть туристский информационный центр, который любого туриста, который приезжает в регион и обращается в ТИЦ, наш туристский информационный центр. Мы там консультируем по всем видам отдыха, развлечения, которые у нас есть в регионе. Экстремальные туры есть ли у вас такие? Экстремальные, но поездка на снегоходе для тех, кто никогда на нем не ездил, она, безусловно, экстремальна. И все наши туры выходного дня, которые были у нас в марте, мне кажется, их все можно назвать экстремальными, потому что погода в марте не радовала нас. Сейчас мы даже, ну, даже по себе скажу, у нас мы с турцентра-то иногда выехать не могли, приходилось вызывать МЧС, а наши гиды в эту жуткую метель выезжали на снегоходах с туристами и проезжали все эти снежные препятствия. И люди, конечно, боялись, но у нас работают опытные коллеги с навыками, которые давно в этой сфере работают, и все всегда у нас проходит безопасно. У туристического центра большая территория, как вы ее используете? Сейчас у нас на территории находится несколько экспозиционных чумов, есть северные олени, то есть, ну, это такая... Сколько их, кстати, у вас? Сейчас четыре. Сейчас четыре. Было три оленя. Одного тут недавно, так скажем, нашли в городе. В соцсетях гуляли фотографии, что с турцентра, наверное, сбежал олень. Нет, это олень сбежал у кого-то из наших сельскохозяйственных кооперативов. Но никто не признался. Ну, мы обзванивали, на самом деле, старались найти. Позвонили всем оленеводам, которые в ближайшей доступности есть, и они сказали, не наш. Но его нашли, мы его привезли к себе, и чтобы он нигде не бегал по городу, не пугал наших жителей, мы оставили его в себе. Он чувствует себя прекрасно, он уже привык к людям. Мы сейчас думаем, какое имя ему дать. Поэтому первое время он, конечно, был немножко так пуглив. Сейчас он уже привык, чувствует себя хорошо. Любит грибы. Поэтому кто ездит в выходные за грибами или в будни, пожалуйста, под березовики, если кто-то не собирает, можете собирать и приезжать нам покормить оленей. И всегда это можно сделать. Значит, про территорию турцентра. На территории турцентра есть чума, как я сказал, северная оленья. Есть две гостевые беседки, гриль зоны. И есть баня. Мы разрабатывали в конце прошлого года, вообще, турцентр существует достаточно давно. Территория у турцентра тоже есть достаточно давно. Но ни для кого не секрет, что особых там изменений и какого-то развития не было. То есть территория большая. Мы в прошлом году, в конце прошлого года разработали концепцию развития этой территории. То есть в едином стиле. Что мы там хотим видеть? У нас есть этнозона с ненинскими идолами, с деревом желаний, как раз таки с чумами. И у нас есть варианты и план по развитию, в принципе, этнозоны, развитию зоны отдыхов. Возможно, будем рассматривать возможность создания и установки таких, очень сейчас популярных, панорамных жилых домиков. Поэтому план есть. Мы сейчас постепенно начнем его реализовывать. Панорамные жилые домики. Что это за дома? Это вот сейчас очень растущий тренд. У Ростуризма даже появилась новая мера поддержки по компенсации части затрат на приобретение глэмпингов, так называемых. Это купольное сооружение с полностью стеклянным панорамным видом. То есть те, кто разрабатывали такое решение, как раз таки предполагали, что такие домики можно устанавливать в особо охраняемых природных территориях, в каких-то наиболее привлекательных природных достопримечательностях. И вот, насколько я знаю, в Мурманске и на Кольском полуострове такие стоят глэмпинги. Мы рассматриваем все-таки для себя не такой вариант, чуть более меньше в виде чумов, но с панорамным видом, чтобы гости, которые будут останавливаться в этих домиках, смогли, к примеру, зимой понаблюдать в комфорте, в тепле, за северным сиянием, которое будет снаружи. Или просто понаблюдать за снегом и за нашей природой. В этом году новые красивые ненеческие наряды у сотрудников турцентра появились. Откуда они у вас? Кто их изготавливал? Да. Тут нам помогла региональная администрация и наша компания-неджеропользователь, Лукойл. В рамках средств, которые уделяются на социально-экономическое развитие, мы предусмотрели обновление наших нарядов, которые есть. Потому что те, которые были, они уже обветшали, стрибуют ремонта, ну и недостаточно яркие. Поэтому мы обратились к нашей мастерице Ольге Суховаровой, мастерская Нары, многие, наверное, ее знают. Они шьют прекрасные костюмы, делают сумки, не знаю, какие-то предметы, женские аксессуары. Все в ненецком стиле. Мы обратились к ней, и она нам изготовила вот эти вот замечательные новые костюмы. Поэтому сейчас любой гость, который к нам приезжает, может попробовать и принарядиться в ярких костюмах, сделать красивую фотографию с оленем. Для тех, кто не знает, у вас же есть и гостиничные номера в турцентре. Есть ли возможность приехать с семьей, как отдохнуть, как будет организован досуг? Конечно, есть возможность приехать. И, в принципе, зимой как раз-таки у нас это очень, они востребованы. Да и сейчас летом многие обращаются. Значит, удобно, потому что если на экскурсию какую-то выездную ехать с нашими гидами, то не нужно вставать рано утром, ехать в турцентр, тратить определенное время на сбор вещей, на переодевание и прочее. Они сразу же на месте. Ну и тем более, в принципе, это в лесу, тихо, спокойно, многим такой отдых как раз-таки экологичный, очень нравится. Значит, у нас семь гостиничных номеров, из них два двухместные. Значит, одноместный у нас стоит 1800 ночевка, двухместный стоит 2200, если не ошибаюсь. Сейчас, в период действия ограничительных мер, мы принимаем только со справкой, которая должна быть у заселяющегося, справка об отсутствии коронавирусной инфекции. Поэтому можно всегда обратиться либо по электронной почте, либо к нашим администраторам, номер телефона всегда на сайте у нас указан, и забронировать номер. И тут же, приезжая в турцентр при заселении, мы расскажем обо всех видах активности, которые мы можем предложить на территории. То есть это и экскурсии, и баня, и, не знаю, и сейчас очень популярен, у нас останавливались несколько туристов недавно, и очень популярно развлечение сбор грибов. Все они идут, да, у турцентра очень много грибов. Вот где секреты в простом. У турцентра очень много грибов растет, и они прям без всяких экскурсий сразу же пошли искать грибы. Новая баня у вас появилась, да? Нет, баня у нас всегда была, ну, 7 лет, вот сколько с момента создания турцентра. С момента создания там было только административное здание основное с гостиничными номерами, ну и баня как раз. Потом уже начали добавляться чумы, беседки, олени и прочее. Ну и сейчас мы постепенно надеемся, что появятся и те мысли, которые мы заложили в наш план развития, будут реализовываться. Есть ли интересные квестовые программы для детей? Они сейчас так популярны? Есть. Есть квестовые программы, они у нас всегда были востребованы в период каникул. Значит, этнографическая программа, она такая просветительская больше, то есть рассказывают школьникам о том все-таки, что за ненецкий автономный округ, в котором мы живем. Рассказывают про нашу культуру, про коленные народы. Сейчас у нас они вообще не реализуются, потому что, опять же, коронавирус сильно затронул туристическую сферу. Есть серьезный ряд ограничений, которые действуют до сих пор. Ну, у нас есть и квесты, и новогодние обычно мы делаем квесты, специальные, отдельные поиски Деда Мороза. Значит, этнографические программы у нас есть. И как только ограничения у нас снимут, мы надеемся, что школьники к нам вернутся и дети. Этнатура у вас тоже есть, прямо на территории, да, знакомство с ненецкой культурой происходит? Да. Расскажите подробнее, что это за программа? Значит, да, у нас есть экскурсионная программа, обычаи и традиции называется. Значит, наши культурологи знакомят приезжих гостей или жителей с ненецкими идолами, рассказывают мифологию ненцев, которая достаточно интересная, на самом деле, когда начинаешь это изучать очень глубоко. Рассказывают про дерево желаний, которое у нас есть на территории. Обязательно посещаем Чум и рассказываем, как все-таки он устроен, как люди... Очень многие потому что удивляются, что неужели до сих пор в 21 веке вот таким образом люди где-то живут. Ну и мы, конечно, рассказываем о том, что это неотъемлемая часть и культуры, и образа жизни. И в 21 веке, да, действительно люди так живут, но у них уже есть и генераторы, и связь, и современные, да, и телевизоры порой даже есть, планшеты. Поэтому цивилизация не совсем далеко, она близко, но образ жизни — это неотъемлемая часть нашей культуры, вот этот кочевой. Поэтому знакомим с устройством Чума, как устроен в принципе быт у человека в тундре. Ну и северные олени. У всех вызывают, конечно, сразу же умиление и эмоции северные олени, потому что они очень такие фотогиеничные и общительные у нас. — Недавно у Руслайна была акция в июле, да, когда можно было за 500 рублей улететь в Челябинск и также, соответственно, из Челябинска в Наринмар. Были ли туристы, которые к нам приезжали по акции, чем вы их удивляли? — Были, были такие туристы. Как раз в июле сняли часть ограничений в части экскурсионного обслуживания, потому что до середины июля даже это запрещено было. То есть, и были туристы как раз-таки из Челябинска, несколько групп, групп 5, по-моему, если не ошибаюсь. Мы их знакомили, значит, с территорией, рассказывали про традиции и быт как раз коренных народов. Но, к сожалению, больше особо нечего было показать, потому что культурные учреждения были закрыты. Сейчас они, по-моему, тоже постепенно снимают ограничения. Но особо больше показать нечего было. — Но они были довольны. — Они были довольны, да. Они приехали за 500 рублей. Они приехали в Арктику. У них Арктика даже без какой-то супер насыщенной программы вызывает, мне кажется, у человека, который там никогда не был. Буря эмоций. Поэтому они остались довольны. Погуляли с нашими оленями, даже попробовали себя почувствовать в роли оленевода. Поэтому я думаю, что им было интересно, эмоции остались у них положительные. Отзывы были хорошие. — Есть ли в планах реализовывать фототуры? Сейчас же тоже это очень популярное направление. — Сейчас очень популярное, да. Мы рассматриваем как раз на осенний период. Не знаю, получится реализовать в этом году или нет. Два вида такие сейчас в тренде. Квестовые маршруты, ну то есть это маршрут, который наполнен какими-то действиями, которые требуются от человека, который в нем участвует. Это не знаю, у нас же много заброшенных деревень, там, каких-то мест, которые не используются. Ну, недалеко, которые от города, естественно. Сейчас рассматриваем варианты квестовых маршрутов, интересные, и варианты фототуров. Потому что Инстаграм сейчас — это наше все. Очень много, как я уже сказал, опять же, к нам приезжало зимой таких, пусть с небольшой аудиторией, но как раз-таки блогеров с аккаунтами в Инстаграме, с десятками тысяч подписчиков. — Для нас это тоже выгодно, они же делают рекламу. — Да, они делают рекламу, и для них это контент. Потому что все-таки такая необычная природа не везде, ну, не в каждом Инстаграм-аккаунте встретишь. Для нас это продвижение региона, поэтому есть идеи, есть мысли. И мы зимой, в принципе, у нас отчасти такой есть фототур ночной в погоне за северным сиянием. Это ночная экспедиция на снегоходах. Но тут не в поиске северного сияния. Но тут не предскажешь, будет оно или нет. То есть мы в прошлом году начали сотрудничать с Виктором Куликовым. Многие, наверное, знают, его видели. Работа — это наш такой местный охотник за северным сиянием, как их называют в северных регионах. И мы начали с ним сотрудничать. Он как-то отслеживает через специальные сервисы вероятность сияния в тот или иной день. Поэтому мы от него, если не ошибаюсь, каждую неделю брали прогноз ближайший, когда будет светить. Всегда туристам говорили про это. Ну и часто он сбывается. И как раз вот в рамках этого ночной экспедиции мы вывозим человека в тундру, вдаль от засветов. Они могут сделать, если повезет с северным сиянием, прям уникальные кадры на фоне сугробов и вот этого свечения, которое наше уникальное природное явление. Несколько у нас удачливых таких групп были, которые приезжали именно, чтобы поймать северное сияние. Ну и фотографии потом смотришь, лайков там больше, чем у них ездили они там в прошлом году куда-то. Ну по России тоже путешествовали. И вот фотография именно с нашей геометкой с северным сиянием больше всего лайков собрала. Поэтому я так немножко порадовался, что наш регион все-таки будут знать. Пользуются популярностью. Знаю, что вы недавно побывали на Ямале. Что там посмотрели, что можно позаимствовать у ямальцев и перенести к нам. Потому что я знаю, регион очень активно развивается в сфере туризма. И пакеты у них туристические очень интересные. Да, ну действительно, был в марте на Ямале, участвовал в конкурсе мастера гостеприимства. У нас должен был в Ямале пройти полуфинал на Ямале. Но ввиду коронавируса мы, все участники полуфинала, приехав в Салихард, сразу же получили уведомление о том, что ребята разворачиваемся, введен режим ограничения. Но мне удалось в течение дня пообщаться с коллегами, посмотреть в принципе город и изучить опыт развития у них туризма. Конечно, у нас очень схожая культура. Конечно, наша основная боль, это то, что Ямал более узнаваем и нас всегда с ним путают. То есть мы именно с точки зрения туриста, мы в тени Ямала. То есть они знают Салихард, Ямал, что такое Наун и Янмар. Они порой знают редко очень, потому что во многих выставках участвовал. Это основная наша проблема. У Ямала в этом плане, конечно, они начали именно процесс по развитию туризма раньше, чем мы. И они продвинулись в этом дальше, чем мы. Они решают постепенно проблему с инфраструктурой, в том числе с транспортной. У них есть специальное транспортное средство, которое можно исплавляться. И тут же на них это и небольшой самолет. У них несколько треколов именно специально для туристических целей у нас, потому что тоже с этим есть проблема, с материально-технической базой. Приезжает турист, особенно сейчас, когда поток начинает увеличиваться. Мы не всегда можем организовать то, что они хотят. Ну и можем охватить их всех. То есть приезжает группа из, не знаю, 15 человек. Наши гиды могут обслужить только 10-5 человек, соответственно. Ну мы, конечно, всегда рассказываем про предпринимателей и всегда обращаемся к предпринимателям, что есть сейчас возможность привлекать новые категории, новый круг клиентов. Но есть определенные сложности с материально-технической базой. Ямал в этом плане давно шагнул. Мне что понравилось, именно в Салихарде в самом, то есть это тоже столица региональная, северный город. У них прям есть такой дизайн-код, считывается. Ты сразу же, начиная с аэропорта, ты понимаешь, что ты на крайнем севере, что это земля оленеводов, потому что везде либо орнаменты, либо какие-то арт-объекты в виде оленей, в виде рогов, в виде чумов, инсталляции. Ледяной чум у них стоит по дороге из аэропорта. В этом плане, конечно, они очень активно развивают именно такой этнографический туризм, как и мы, в принципе, выезд в стойбище к оленеводам. Хоть культура у нас похожа, но все-таки природные особенности у нас разные. Поэтому опыт у них очень полезен нам. Если, когда снимут ограничения по коронавирусу, мы вновь поедем на полуфинал, но все-таки принять участие. И там уже более тесно пообщаемся с коллегами. У меня, потому что есть в голове определенная идея подумать и как-то вот эту историю с тем, что нас постоянно путают, попробовать как-то обыграть. Может быть, сделать какой-то совместный маршрут, может быть, какое-то мероприятие совместное. Но как-то эту историю нужно обыгрывать и позиционировать, что мы все-таки отдельно. Нао, не Янао. Потому что люди, к сожалению, про нас знают реже. Сергей, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Очень интересная с вами беседа прошла. Но новых вам туристических маршрутов. Спасибо вам. Приезжайте в Турцентр. Обязательно. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был директор Центра арктического туризма Сергей Мишин. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»